Основной характеристикой любой линзы является ее фокусное расстояние. Чем меньше фокусное расстояние, тем сильнее увеличивает или уменьшает линза. Но когда человек заказывает очки у окулиста, линзы для очков подбираются не по фокусному расстоянию, а по их оптической силе. К примеру, оптическая сила линзы в моих очках составляет минус 4 диоптрии или попросту минус 4. И в этом фильме мы разберемся, что такое оптическая сила линзы и как она связана с фокусным расстоянием. Если собирающая линза имеет фокусное расстояние 1 метр, то ее оптическая сила по определению равна плюс 1 диоптрии. Поставим прямо перед ней еще одну такую же линзу. Две одинаковых линзы в два раза сильнее, чем одна, и их суммарная оптическая сила равна плюс 2 диоптриям. Действуя в два раза сильнее, они отклоняют приосевые лучи на вдвое больший угол, поэтому фокусное расстояние становится в два раза короче. Если поставить прямо перед ними еще одну такую же линзу, их суммарная оптическая сила станет равна плюс 3 диоптриям. Лучи отклонятся в три раза сильнее и фокусное расстояние уменьшится до 1 трети метра. Так что по общему принципу, собирающая линза имеет оптическую силу в плюс N диоптрий, если ее фокусное расстояние равно 1 делить на N метров. Поэтому оптическая сила линзы есть величина, обратная ее фокусному расстоянию. А теперь мы выполним лабораторную работу и измерим оптическую силу этой собирающей линзы. В солнечный день можно измерить фокусное расстояние линзы напрямую, но как быть, если день пасмурный и на небе нет солнца? Установим линзу на оптической скамье на некотором расстоянии от источника. За линзой поставим экран и будем отодвигать его от линзы, пока изображение источника на экране не станет четким. Расстояние от источника до линзы равно 30 сантиметрам, от линзы до экрана 55 сантиметрам. Удобно считать, что наша линза сама состоит из двух линз. Первая из них с фокусным расстоянием 0,3 метра преобразует расходящийся пучок в параллельный. А вторая с фокусным расстоянием 0,55 метра преобразует этот параллельный пучок всходящийся. Оптическая сила первой линзы равна 3,3 диоптрии. Второй линзы 1,8 диоптрии. Суммарная оптическая сила обеих линз равна 5,1 диоптрии. И тем самым фокусное расстояние нашей линзы должно быть чуть меньше, чем 20 сантиметров. Смотрим на ее спецификацию. Здесь указано фокусное расстояние в 200 миллиметров. В рассеивающей линзе пучок параллельных лучей расходится из мнимого фокуса, и ее фокусное расстояние считается отрицательным. Если оно равно минус 1,4 метра, то оптическая сила такой линзы составляет минус 4 диоптрии. Поставим вплотную к рассеивающей линзе в минус 4 диоптрии собирающую линзу в плюс 4 диоптрии. Она вновь превратит расходящийся пучок в параллельный. И суммарная оптическая сила системы станет равной нулю, ведь теперь она не собирает и не рассеивает световые лучи. В этом смысле набор пробных линз для офтальмологического кабинета похож на своеобразную кассу для счета. Здесь есть положительные числа, отрицательные числа и ноль между ними.